Я так подумала, я-то о моде вам не рассказывала, а у нас с Кариной есть свои фавориты, а также свои аутсайдеры. На коронации было столько стиля, моды, всякого шика, украшений, сумочек, туфелек. Короче, было что рассмотреть. Так вот, сегодня мы вам покажем нашу десятку, нашу с Кариной я имею ввиду. Десять женщин, которые, на наш взгляд, были одеты лучше всего. И покажем десятку аутсайдеров. Начну, пожалуй, с конца. Напоминаю, это лучшая десятка и десятое место. На десятом месте мы расположили Пенни Мардаун, ту самую, которая в течение всей этой коронации была в центре внимания, держала тот самый меч и носила очень сложный такой оттенок бирюзового. И я хочу сказать, скорее, морской темной такой волны, даже не бирюзовый, на мой взгляд, согласны вы со мной или нет. Так вот, Пенни, она член консервативной партии, и она, по-моему, в прошлом была министром обороны в Великобритании. Представляете? Она, кстати, рассказывала о том, что она качала бицепсы для того, чтобы суметь удержать этот меч, что все это было очень сложно, и она очень рада, что она справилась. Но ее лицо достойно отдельных аплодисментов. Я, конечно, о выражении ее лица. И ее обувь, конечно, она выбивается из ее наряда, это на мой взгляд, но она должна была быть удобной, и Пенни выбрала именно их. И головной убор, и укладка, и платье украшают Пенни Мардаун, подходят к мероприятию, и, на мой взгляд, она выглядит отлично. Понравилась она вам или нет, пишите. Переходим к девятому месту. Представительница Дании, крон принцесса Мэри, оказалась на девятом месте. Хочу сказать, что она выглядела шикарно, элегантно, эффектно. Все у нее было выверено. Но, среди всех остальных, на мой взгляд, девятое место для нее подходит больше всего. Мэри может лучше, я точно знаю. Слежу за ее жизнью, подписана на ее аккаунты. Так что, девятое место. Шляпка Джейн Тейлор. Также мы обращаем внимание на именно туфельки. Почему? Да потому, что они сделали буквально половину ее образа. Оттенок великолепнейший, ослепительный. Это Джан Вита Росси. И едем дальше. Восьмое место. На восьмом месте мы видим королеву из Малайзии. Королева Сутида. Просто невероятная красавица. Она надела вот такой образ. Немножко национальный. Носила много украшений. У нее была потрясающая сумочка. Вы видите, все перед собой. Она выделялась среди других. Посмотрите, какая она стройна. Как ей идет эта длина юбки. Хотя многим она не подошла и испортила многим образ и фигуры. Вы увидите это, конечно, перед собой. И хочу сказать, что она подобрала каждый аксессуар. Была работа стилистов. Была работа, возможно, самой королевы. Укладка. Все. И, конечно, она выглядела торжественно. Соответственно, моменту. Что важно. И они с мужем гармонировали. На седьмом месте расположилась принцесса Шарлотта. Почему мы включили ребенка? Потому что она впечатлила всех и всем. Произвела огромное впечатление. Невозможно не заметить, как над ней постарались. И действительно, Шарлотта. Вот это самый лучший выход, на мой взгляд. Который за 8 лет у нее был. Конечно, это коронация. Макуин. Она носила именно этот бренд. Шита на заказ. Хочу сказать, что Шарлотта выглядела эффектнее многих королев. Что говорит о многом. На шестом месте оказалась королева из Иордании. Королева ранее, которая всегда великолепно выглядит. В этот раз она тоже была на высоте. Ее платье, я считаю, одним из самых удачных, сексуальных. Оттенок великолепнейший. Что касается макияжа, укладки. Она выглядела, напоминаю, сколько ей лет. Ей 50. Она выглядела как девочка. И я считаю, что это большое достижение. Выделиться среди стольких королевских особ. И еще подчеркнуть свою молодость, элегантность. Все было очень уместно. И сумочка, клатч мне ее понравился. Все было подобрано. Она не зря, не зря славится своим стилем. На ножках у нее Джимми Чум. Также она держит клатч от Ботега Бенета. Платье от Тамара Ральф Кутюр. На пятом месте мы видим королеву Максимум. И это белый цвет. Белый цвет носили многие, очень многие. Мы вам рассказывали, по какой причине. И выделиться именно в белом наряде было крайне сложно, на мой взгляд. Но королеве из Нидерландов это удалось. Она выглядела очень женственно, эффектно, красиво. Наряд ее точно украшал. Было множество приятных и выделяющих ее деталей. Конечно, я говорю про область декольте. Посмотрите, какая вышивка. Но это не было оголено. Шляпка также удачная, как и клатч, как и перчатки. Посмотрите, какой пояс с украшением из бриллиантов. Все было подобрано и на высшем уровне. Кстати, Максима часто промахивается и носит довольно-таки критикуемые наряды. Но в этот раз все было выше всяких похвал. На четвертом месте у нас расположилась Пипа Миддлтон, сестренка Кэтрин. И мне кажется, что вот эти вот снимки, на которых мы видим Пипу в образе на коронации часть за третьего, они просто пример элегантности. И вот в каких-нибудь институтах, где обучают дизайну и так далее, тому подобное, можно показывать эти снимки как пример. Конечно, это всем поднадоевший фасон платье Пайто, которое мы очень часто видим на Кэтрин. И это также обсуждают. Но вот этот вот лимонный оттенок, она, конечно, повторила за сестрой, пишут многие. Но Пипа неподражаема в нем была. Посмотрите, какой минимализм, отсутствие аксессуаров, какие вот аксессуары у нее вот не отсутствие, я неправильно выразилась, а вот насколько они мелкие и насколько они привлекательны и насколько это все проработано. Очень красивая Пипа Миддлтон. Ну и, конечно, лимонный пирог, лимонное суфле. Это все, что приходит в голову, сразу появляется аппетит при виде этого оттенка. Я уверена, что вы заметили, сколько дам выбрали голубой оттенок для коронации. На третьем месте оказалась Мари Шанталь. И она представляет Королевский дом Греции. И хочу сказать, что это платье с вот этим бантом. Кстати, многие носили бант на своем наряде. Но у Мари Шанталь это было лучшее исполнение элегантности, изящности, оттенок, выражение лица, аксессуары. Посмотрите только на этот клатч. Конечно, вот эта ее рука с клатчем в руках облетела все женские журналы. Это, конечно, признание. Ее выбрали также многие женские журналы на одно из лидирующих мест. Отметили ее так, что понравилась она всем. Хочу сказать, что Мари Шанталь на третьем месте, на мой взгляд, оказалась по праву. И перехожу, согласны вы с этим или нет, ко второму месту. Дочь Софи и принца Эдварда, леди Луиза. Между нами была целая драка матери и дочери. Не шучу. Конечно, я тоже хотела, чтобы Луиза оказалась на первом месте, потому что это ее первое такое шикарное, потрясающее появление. Во время коронации она смогла всех удивить. Все очень переживали за то, что ее как-то неправильно одевают, неправильно преподносят, что она никак не повзрослеет, что какая-то детскость, какая-то подростковость, что ее одевают как старушку. Помните все эти комментарии? Но в этот раз Луиза была выше всяких похвал. Ее платье с орхидеями невозможно оторвать просто взгляд. И от нее, и от выражения ее мягкости, вот это на лице, какая-то одухотворенность. Мне кажется, что мы рассматриваем не только наряды, но и как человек себя вел отчасти. Это шляпка, обувь, все-все-все укладка. А какой нежнейший, еле заметный. Вот просто капелька макияжа на леди Луизе. Бренд платья это Сюзанна. И мы переходим к первому месту. Первое место. Самое первое из первых. Как она здесь оказалась? Оказалась она здесь благодаря тому, что проработала свой образ, на мой взгляд, лучше всех. Если не согласны, приглашаю в комментарии. Только посмотрите на королеву Летицию. Это эффектность, этот шарм, это невообразимая красотка. Это самый, что ни на есть, высокий лакшери стиль. Все, что ее украшает на ней. И рядом, конечно же, играет также на картинку ее красивейший супруг. Вместе это самая, на мой взгляд, красивая пара на коронации. И давайте посмотрим, что носила королева Летиция. Хочу сразу сказать, что эта шляпка ее самая большая удача. Посмотрите, как она поддержала форму шляпки своими украшениями. Я про сережки. Обратите внимание на баску, как украшен верх костюма, вышит и клатч, и обувь. И этот оттенок bubble gum все играет на загар, на ее макияж, на то, чтобы она предстала в самом лучшем свете. И, конечно, она выделялась среди многих, которые также выбрали розовые оттенки на коронацию. И, наконец, мы с вами добрались до худшей десятки, до тех, кто у нас заслужил дизлайки. И я, опять же, начну с 10-го места. И хочу сказать, что здесь много политиков, потому что, я думаю, у них нет стилистов столь высокого класса. Они не обратили столь пристальное внимание на то, как они будут выглядеть на коронации. Возможно, только в этом причина. Представители Израиля Ицхак Герцог, это президент Израиля и его супруга, также были приглашены на коронацию. Вы сами посмотрите, в чем она пришла. Все вместе, и укладка, и одежда оставляют желать лучшего. Они у нас занимают 10-е место. И на 10-м месте у нас также расположилась еще одна дама. И она представляет Великое Герцогство Люксембург. Это Великая Герцогиня Мария Терезия. Ее образ мне показался неуместным, чрезвычайно сложным. Было очень много слоев. Непонятно зачем. Если она хотела что-то прикрыть, скрыть, то это можно было сделать иначе. Все вместе, если вы рассмотрите поближе, то выглядело очень надуманно, неэффектно. И при их деньгах и возможностях, это практически самое богатое семейство, все было отчаянно плохо. 10-е место. На 9-м месте мы видим представительницу Норвегии Мете Морит. Почему она там расположилась, уважаемые зрители? Многие, я думаю, здесь не согласятся со мной. Много противников и комментариев я вижу уже, даже предсказываю в защиту Мете Морит. Хочу сказать, что эта пара мне очень сильно нравится. И я была возмущена, увидев на ней этот наряд. Помятый, такой, знаете, оттенок, не комплиментарный. Она выглядит на несколько размеров больше, чем есть на самом деле. Очень скучный, не для коронации. Такой, знаете, минималистичный. Но все вместе, нет, она точно с ее внешностью яркой могла оказаться одной из лучших. Но нет, не получилось. 9-е место. Мете Морит. Крон принцесса Норвегии. Немного молодежи вам покажу, потому что просто была потрясена. Посмотрите, 8-е место. Племянница королевы консорт Камилы. Зовут ее Аиша Шант. Что на тебе, девушка? Что это такое? Из какого гардероба она это вынимала? Что это было? Я не знаю даже, как это описывать. Фотографий очень мало, но она мелькала перед нами на видео. И мы были просто, скажем так, ошламлены ее внешним видом. Оказалось, что это племянница Камилы. 8-е место. Приехала в Нидерланды и участвует там на коронации. Может быть, там более уместен был бы ее наряд. Но она была настолько кричащей, яркой и некомплиментарной, что... Без комментариев, нравится вам лист раз или нет ее образ. Мне и корешке нет. Эму Томпсон также раскритиковали. Уважаемые зрители, любимейшая актриса не постаралась для коронации. Вот этот вот плащ, образ, который она носила, не знаю, очень ее увеличил. Не комплиментарно, она выглядит как престарелая тетенька из родственников дальних Винзоров или Камилы, например. Никак не тянет на актрису мирового масштаба, а ведь могло все быть иначе. Конечно, сейчас вы напишите, что я просто беру и критикую за просто так, но нет. Она на красных ковровых дорожках удивляла очень даже приятно. Выглядеть она умеет, но в этот раз мимо. На пятом месте у нас жена политика Кэрри Джонсон. Она носила вот такой наряд, довольно-таки объемный, очень темный, как на похороны. Возможно, для нее это похороны, как считаете. В любом случае, Кэрри Джонсон выглядеть умеет. Часто носит что-то очень эффектное, но в этот раз не было ни элегантности, ни красоты. Это ее не украсило. И она минимум на десяток лет выглядит старше. Когда я увидела Кэти Перри, которая блуждает по вестмистерскому аббатству, как она ищет свое место, как она общается с журналистами, она привлекла огромное количество к себе внимания. Мне понравился этот оттенок, который она носила. И образ, в принципе, комплементарный, с одной стороны. Но если вы присмотритесь, то вы заметите, как много деталей. Какое сложное все. Очень много деталей, какое-то все немножко помяшееся. И, если честно, до элегантности вот этого шика, вот этого лакшери далеко не получилось. Мне кажется, слишком сложно, а так она оказалась у нас на четвертом месте Кэти Перри. Опять же, выдержит ли наш канал столько критики? Потому что княгиня Монако Шарлен оказалась у нас на третьем месте. И я хочу сказать сразу, никто никогда мне не докажет и не уговорит меня, что она выглядела хорошо. Это было отвратительно, очень отвратительно, настолько, что почти тошнотворно. Она очень красивая, элегантная дама, красивая девушка, женщина, мать двоих королевских наследников. Часто мы ее видим в таких эффектных нарядах, которые просто поражают. Смотришь, аж челюсть отвисает. Но в этот раз, что она надела на себя? Украсила ли это ее? Нет, она выглядит просто как тетенька за 70 минимум. И рядом с Альбером, а он постарше-то будет, они вот выглядят ровесниками, что естественно не так. И в общем, весь этот ее наряд, учитывая то, сколько людей ей могут помочь одеться, вот у нее-то есть, в отличие от, например, политиков и всех остальных, огромная команда стилистов, все французские дома моды работают на Монако. И вот, что мы увидели в итоге. Эта стрижка, это ее шляпка, этот ее образ, обувь, боже мой, ужас ужасный. А про оттенок я вообще молчу. На втором месте у нас оказалась дочь королевы-консорт Камилы, Лора Лопес. Такое впечатление, что она взяла свою шоковую ночную рубашку и решила надеть головной убор, который она носит для того, чтобы сделать себе макияж, для того, чтобы прибрать волосы во время макияжа. И вот в ночной рубашке и в этом головном уборе явилась на коронацию. Насколько неуместно это было, насколько некрасиво, некомплиментарно, никаких проблем у нее с фигурой там особо нет. А у нее такая высокая грудь, есть немножко талия, не такие уж и большие бедра, есть что подчеркнуть. Возможно, она не хотела, я знаю, что вы напишите такое, но обыграть это по-другому, конечно, можно было. Отвратительно тоже, на мой взгляд, выглядит цвет ужасный. Зачем она его выбрала? Из-за этого ее оттенок кожи выглядит некомплиментарно, волосы выглядят как мышиные. И очень плохо, настолько плохо, что хуже некуда. Хуже только кто-то из Винзоров. Первое место. И на первом месте у нас оказалась молодая девушка, дочь графа Сноудена, леди Маргарита Армстронг. Вы видите ее образ перед собой, очень красивый оттенок. Кстати, супруга Трюдо тоже носила очень похожий оттенок, только у леди Маргариты больше блеска. Она очень сложный образ, некомплиментарный. Что у нее там на голове, что у нее там за блузка, я так понимаю, это костюм, юбка, обувь, клатч. Все вместе не работает, перестаралась. Хотела выделиться, но не получилось. Выглядит даже, если не видеть ее, очень симпатичное лицо, фриковато, как будто на какой-нибудь парад собралась. И здесь о элегантности, изысканности, шарме не идет речи, на мой взгляд. Как считаете вы, обязательно пишите. Теперь я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Всех раскритиковала, всех расхвалила. Желаю вам всего самого наилучшего. Завтра у нас суббота. Ждите потрясающие выпуски. Пока-пока. До новых встреч.